здравствуйте дорогие друзья сегодня вечером один из самых таких вот для меня лично один из самых серьезных праздников в году и каббалистически серьезнейших дней очень мощных это хайлу это день рождения болшемтова и еще много событий произошло в этот день но я как бы именно к этому сегодня хочу об этом хочу поговорить хайлу это день рождения основателя хасидизма рабе израиля болшемтова он был такой глава группы всяких скрытых праведников это адам болшем был такой он перед своей кончиной написал письмо израилю где сообщил ему что тайный учитель болшемтова библейский пророк ахия шелани именно он учил болшемтова является его учителем он раскрыл ему что у болшемтова будет великая миссия и он пишет ему что хотя мы не знакомы но источник который пил ты пил я и я теперь могу тебе рассказать то что услышал от своего учителя сначала короткую историю как душа вернулась сюда большим то в 1573 году жил в святом городе цфате один еврей который мог молиться очень сильно к это глубокая молитва личное взаимоотношение с богом но этого никто не знал кроме всевышнего однажды ночью когда он читал молитву к нему постучал дверь открыл был пророк ильягу он пустил во внутрь и ильягу сказал что я должен открыть тебе великие тайны с небом не сказали но но ты мне должен сначала сказать что такое ты сделал в день твоей бар митвы что на небе постановили что я должен тебе прийти и ему отвечает этот человек он говорит ты знаешь да я сделал но я сделал то что я сделал ради всевышнего и я хочу чтобы это осталось между нами не хочу никому не раскрывать если не вы не хотите из-за этого раскрыть мне великие тайны не надо я получил от моих предков по учению что творя добро человек должен стремиться как можно лучше скрыть это от людей делать это ради творца пророк ильягу исчез а наверху поднялся великий шум от простоты цельности человеком и было решено согласие то есть вешего суда что ильягу ему должен опять раскрыться и научить ему всему и что он должен стать исключительным и так далее и тому подобное и однажды в старости когда он ушел из этого ушу не простите когда он ушел из этого мира наверху ему отвели место в великом таком хорошем чертоге но ангелы сказали подняли шум сказали что ему большая награда положено ведь он был такой великий человек скрывался никто не знал ничего и высший суд постановил что поскольку мир не услышал тору а тора была великая у него уже понятие из его уст его должна душа вернуться прийти в нижний мир и его принудят раскрыться и наполнится земля знаниями от него так и было душа спустилась в этот мир и так мы с вами получили возможность хотя бы знать об алшемте однажды ему задали вопрос написано что против каждой вещи который всевышний нам запретил он дал какое-то разрешение там дал он например там не есть такую-то рыбу а есть рыба со вкусом этого и что скажи а что аналогично безбожию и бешено это сказал добрые дела и помощь ближнему и увидев изумление всех он сказал потому что когда мы видим другого в нужде мы не говорим бог правит мира бог поможет нет мы стараемся ему помочь обречить страдания этого человека как будто никого и бога в мире нет мы становимся так вот такими безбожниками во имя бога ему сказал да ему рассказали что канал еще совсем маленький был что он есть та святая душа и что он пришел мир чтобы освежить и очистить мир от именно духом святости в чем суть этого бешта однажды сказал яков из миджи бошин что его отец повел однажды бейда медраж и увидел там бешт молился и он сказал смотри хорошенько сын мой или подобного ты не увидишь вплоть до прихода машиха ибо ты видишь полшем того он рабби и шимон бар яхай со своими учениками вместе большим там говорил что величина богатства интеллекта положения в обществе вообще не влияет на отношение человека к богу и бога к человеку простой человек с набоженностью в душе может стоять выше отгородившихся от мира всяких там будрецов раввинов и знатоков и когда люди придут только значение изучению и не видят мира не понимают ничего то то говорил болшемтов у него так много занятий что они уже не думают о боге жизнь человека сказал болшемтов это самое главное отражается в высших мирах и действует на них вызывает материальный мир приток божественной жизненной энергии человек должен думать и верить что он смотрит на творца а творец на него не пропустите хайл сегодня вечером это день когда можно набраться таких сил такой энергии обязательно сделать лихаем вспомнить болшемтова брахава ацлахан